Из 20 достойных они оказались самыми лучшими. Трех финалистов акции «Человек года» сегодня позвали за наградами. Дипломы, цветы и подарки от спонсора. Это одна из немногих акций, которые позитивные. На сегодняшний день нам очень этого не хватает. И благодаря такого рода акциям люди, которые смотрят телевидение, насколько я понимаю, еще много людей смотрят, может быть, что-то хорошее сделают и немножечко поднимутся и начнут приносить больше позитива в свою жизнь региона. Здравствуйте, вручаю вам диплом. Татьяна Ермакова, учитель географии из 33-й Энгельской школы, заняла в акции третье место. За нее наверняка голосовали ученики и выпускники, воспитанники клуба «Поиск». Татьяна Юрьевна создала его в родной школе 15 лет назад. Передайте, пожалуйста, наше поздравление, заслуженное не то что от телеканала, от всех зрителей, которые голосовали. Вместо Владимира Малькова за дипломом второй степени пришел его брат. Сам спортсмен на соревнованиях. В прошлом году он выиграл 4 международных турнира. В очередной раз завоевал титул чемпиона России и стал еще ближе к Олимпийским играм в Бразилии. Мы вас поздравляем с послуженной победой. Очень приятно, что стимул, что люди меня поддерживают и хочется больше выигрывать и побеждать, доказать, что я лучший, и чтобы люди радовались за меня. Даци Дациев сегодня один из немногих именитых спортсменов, которые сохраняют верность Саратову. Победа в акции «Человек-года» для него стала очередной и, наверное, не самой главной. В 2015-м он привез на Волгу золото чемпионата мира. В предел декабре мы узнаем имена новых участников акции. Что же касается победителя этого проекта, то Даци Дациев вполне может претендовать на звание «Человека-года» и в 2016-м. На днях он вернулся с чемпионата России с очередной победой уже в шестой раз. Анна Главчинская, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.